Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Саймон Марданшин и Марго Овсяникова помирились после недавней ссоры. Ребята теперь хотят принять участие в конкурсе «Свадьба на миллион». А Марго на недавней свадьбе Тани Мусульвес и Виктора Литвинова поймала букет невесты. Марина Африкантова сменила Катю Жужу. Теперь она ведет новости Дома-2. А мама Марины опубликовала очередную пошлятину. Она похвасталась подарком от домашних и опубликовала видео игрушки. Это небольшой пузатый дядечка. Когда до него дотрагиваешься, он распахивает пальто и трясет причинным местом. Татьяна Владимировна по достоинству оценила презент. Также после недавней ссоры помирились Алексей Купин и Майя Донцова. Алексей сделал первый шаг. Он попросил у девушки прощения. Ребята снова думают о свадьбе. Как вы помните, недавно на поляне был конфликт между новенькими участницами Дашей Андреевой и Леной Хроминой. Они чуть не поубивали друг друга. На проект приехала мама Дарьи. Она встала на сторону дочери и приехала на поляну, чтобы оторвать голову обидчицы, которая подняла руку на ее кровинушку. Женщина, оказывается, работает в правоохранительных органах. Также на поляне появилась и мама Карины Прониной. Она высказала свои претензии бывшему парню Кариной, Руслану Минакову. Она искренне возмущалась, почему за три недели волшебство у ее дочки было только четыре раза и во всем обвинила ее бывшего горе-любовника. Многие зрители отметили, что мать Прониной была изрядно на веселе, и, видимо, поэтому вела себя так вызывающе. Своими талантами перед подписчиками пытается блеснуть и Ксения Бородина, вслед за запевшей Ольгой Бузовой. Она попробовала себя в роли пародиста. Объектом для насмешек она выбрала розуся Битову. Это видео просмотрело около полутора миллионов человек. В сети сравнивают фото Саши Черно из ее инстаграм и кадры из эфира. Кажется, что это два разных человека. Саша советует наконец-то задуматься о похудении и следить за собой. Стало известно, кто купил машину у Димы Дмитренко и Ольги Рапунцель. Тот самый автомобиль, который доставил Ольге так много проблем, приобрела Кристина Дерябина. Она отдаст машину супругу. Никита Кузнецов и Дарина Маркина открыли собственный магазин по продаже меха. «Мы не торгуем лицами», пишут ребята, «мы сами занимаемся делом». В сети появилось видео, на котором Алексей Чайчиц дарит некой девушке Ане колечко и делает предложение руки и сердца. Но союзу Алексея с Лизой Триандефилиди ничего не угрожает. Оказалось, что это старое видео. Но вполне возможно, что Аня придет на проект в ближайшем будущем. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома 2 на канале ТНТ.